МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Ориен ТВ. Здравствуйте. И вначале коротко некоторые темы. Смена областной верхушки. Губернатор подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель компании Т-Плюс Денис Паслер. Сорочинский мужчину, который на автомобиле на огромной скорости сбил свою бывшую супругу, отправили за решетку. Организаторы игорного бизнеса сегодня выслушали приговор. Они отделались штрафом. Сбитый пешеход. Авария на перекрестке возле Москомедии вновь подняла вопрос о безопасности этого участка дороги. Родственник в беде. Ваша карта заблокирована. Сегодня полицейские рассказали, как защититься от мошенничества. Главная новость этого дня, безусловно, отставка губернатора Оренбургской области Юрия Берга. О том, что он написал прошение об уходе, стало известно сегодня до полудня. На официальном портале правительства региона подтверждение этому появилось в обед. Через час после того, как некоторые информационные сайты выставили эту новость. Глава региона, теперь уже с приставкой «экс», адресовал Оренбургскому свое обращение, в котором он признается, что область является для него родной. Здесь живет и остается жить он, его дети и внуки. Помимо благодарности землякам за оказанное доверие и поддержку во всех начинаниях, Юрий Берг, подводя итоги, сказал, что в фокусе внимания правительства области всегда был человек. Далее цитата. Я думаю, многое получилось. Оренбургия стала лидером альтернативной энергетики в стране. Мы создали крепкую образовательную базу и сегодня Оренбургия третья в стране по результатам ЕГЭ. Мы серьезно расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи. Наш молодежный форум Евразии, инициированный три года назад, приобрел глобальный характер, став настоящим центром евразийской интеграции. В качестве задач Юрий Берг обозначил реализацию национальных проектов в нашей области. В напутстве велел беречь все, что было сделано. Что касается самого Юрия Александровича, сегодня он был в Москве. Президент принял его отставку. Нам удалось дозвониться до бывшего главы региона, чтобы узнать его дальнейшие планы. Судя по разговору, он был несколько в расстроенных чувствах. Пока планы бывшего губернатора туманны. Стоит вспомнить период его руководства регионом. В кресло председателя правительства он пришел с поста Орского городоначальника, приведя за собой команду в основном с востока нашей области. В 2010 году к кандидатуру Берга президент Дмитрий Медведев выбрал из трех имен, предоставленных региональным законодательным собранием в соответствии с прежним законом. Конкурентами Юрия Александровича тогда были председатель правительства Сергей Грачев и главный федеральный инспектор Игорь Удовиченко. В июне того же 2010 года Юрий Берг дал клятву верности возглавленному региону. Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности высшего должностного лица Оренбургской области. Депутаты Госдумы, экс-руководство области, на бывшего школьного учителя Берга в 2010-м возлагает большие надежды, предвкушая положительные изменения в регионе. И Юрию Александровичу повезло, он тоже вступает в должность в очень непростое время. Чтобы собрал такую хорошую антикризисную команду, чтобы которые не раздувались от власти, умели работать. Ровно через год, уже узнав губернатора в работе, на первом его отчете в адрес Берга посыпались упреки депутатов, правда, лишь оппозиционных, на что Юрий Александрович отвечает своей коронной фразой. Надо выбирать волшебника из сказки, который пришел в одночасье. Все школы восстановят, все 700 километров дорог в год. Спустя 4 года, в мае 2014-го, Владимир Путин, не рассчитывая на волшебство и магию, принимает досрочную отставку Юрия Берга, назначая его исполняющим обязанности главы до выборов. Через полгода он набирает 80% голосов при явке 44% и сохраняет за собой кресло губернатора. В день голосования он один из первых на избирательном участке. «Самые теплые слова признательности тем из вас, кто поддержал на выборах мою кандидатуру». Спустя 2 года электорат, видимо, раскаивается в своем выборе. В январе 2016-го оренбуржцы, попавшие на несколько часов в снежный плен на трассе Оренбург-Орск, подписывают петицию Владимиру Путину, в которой просят отставки главы региона. «Просьба снять поста губернатора Оренбургской области Юрия Берга за оставление людей в опасности, за бездействие, за ложные отчеты, которые подавались президенту Российской Федерации Путину. Нам не нужна такая власть, которая только о себе думает. Проведите проверку в нашей области и узнайте, куда уходят денежные средства с налогов, которые мы все оплачиваем. Почему нет соответствующей техники на ЧАЭС?» Еще через год, в первую волну отстава губернаторов, Оренбуржье ждет решение относительно Берга. Но ООН сохраняет пост даже осенью 2018-го, когда из Москвы чуть ли не каждый день приходят прогнозы о готовящемся увольнении, когда его рейтинги окончательно рухнули, так же, как и промышленное производство в области. Но вся команда Арчанина просит не верить слухам. Никаких предпосылок для отставки губернатора не существует. Регион вполне справляется с задачами, поставленными президентом, и готов к выполнению новых задач. Сам Юрий Берг за все это время лишь однажды скупо комментирует очередную информацию о своей отставке. Мол, как только станет известно, всем сообщу. Но по факту сообщил не сразу. Как сегодня стало известно, заявление об отставке Берг написал еще 18 марта. После этого встретил в областном центре председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая указала на высокую смертность в регионе. Рост онкологии, миграции и неиспользовании ресурсов, кроме нефти и газа. В среду побывал на юбилейном законодательном собрании области. Правда, оттуда губернатор, продержавшийся во главе области 9 лет, ушел быстро. На отставку губернатора по-своему отреагировали некоторые из чиновников правительства. Например, говорили о поддержке и верности. Первой высказалась вице-губернатор по внутренней политике Вера Баширова. Вот и слова, озвученные журналистом одного из оренбургских интернет-озданий. Я человек команды своего руководителя. Работала с ним 9 лет на посту губернатора и 5 лет в администрации Орска. И дальше буду работать с ним. Свою оценку в работе губернатора на посту в течение 9 лет дали депутаты и политологи. Опрос публикует Эхо Москвы в Оренбурге. Если иметь в виду его достижения, то я считаю, что он был одним из самых работающих губернаторов. Тех, кто буквально все в ручном режиме регулировал по территории области. Запомнится нежеланием слышать и слушать людей. Запомнится многим. Потерей 9 лет для нашей Оренбургской области. А вот какими останутся в памяти обычных жителей нашей области года работы Юрия Берга на губернаторском посту? Какие достижения готовы ставить в плюс, а какие промахи вряд ли забудут? Свой вопрос мы провели на улице Оренбурга. Забегая вперед, скажу, что некоторые с трудом искали ответы на эти вопросы. Справляются своими обязанностями. Другого даже и не надо. Если будет выбор, то пусть остается дальше. Берга. О, нехороший. То, что мы потеряли промышленность, которые гордились и которые у нас по праву есть на Востоке. И хорошая и была. А на вот это там все такое случилось. А так, как-то радости не было. Блин, никак не запомнилось. Другой придет, будет что-то по-новому. Все, зачем менять что-то? Когда все налажено. Ой, не хочу говорить об этом. Он мужик деловой. Так что, нормально? Ничем. Да чем хорошего делать? За это время цветов стало больше, чище стало. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Денис Паслер. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля почти сразу после информации об отставке Юрия Берга. Денис Паслер родился в Свердловской области. Ему 40 лет. Он член Единой России. С 2012 по 2016 был председателем правительства Свердловской области. Ушел в отставку по собственному желанию. С апреля 2017-го председатель правления ПАО «Т-Плюс». Денис Паслер неоднократно бывал в Оренбургской области. Он открывал солнечные станции и благодарил власти Оренбуржья за активное участие в продвижении проекта «Зеленая энергетика». Он-то и называл наш регион лидером по строительству солнечных электростанций. Паслер приезжал в Орск в августе 2017-го года вместе с Юрием Бергом. Участвовал в запуске второй и третьей очереди солнечной электростанций имени Влазнева. В ноябре 2018-го побывал в Сорочинске и Новосергиевке. Там также открывал солнечные электростанции. По данным пресс-службы правительства Оренбургской области, уже завтра Паслер прибудет в Оренбург и будет представлен региональной власти как временно исполняющей обязанности губернатора. К другим темам. Мужчина, который на скорости сбил свою бывшую жену, отправился за решетку. Суд избрал меру пресчения 34-летнему жителю Сорочинска. Его обвиняют в покушении на убийство. На время расследования уголовного дела он будет содержаться в СИЗО. Настоящая семейная драма развернулась в Сорочинске. 34-летнего мужчину задержали за покушение на убийство своей бывшей супруги, с которой они развелись еще два года назад. У них есть общий ребенок. Как выяснилось, все это время обвиняемый угрожал 29-летней женщине расправой, но она не воспринимала их всерьез. С момента расторжения брака постоянно длятся конфликты. За некоторое время, минут за 40-50 между мужчиной и женщиной также произошел конфликт. Бывший супруг приехал к своей бывшей супруге, забрал ребенка, чтобы пообщаться, сказал якобы. Как пояснила женщина, что он забрал в дерзкой, в общем-то, грубой форме. Не дал попрощаться, отвез ребенка к дедушке-бабушке, и между ними завязалась переписка по телефону, взаимные оскорбления, взаимные упреки и так далее. Он угрожал ей в ходе переписки убийством. Мужчина дождался, когда бывшая супруга выйдет из дома. Когда она переходила дорогу, он сбил ее на огромной скорости. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. От мощного удара 29-летняя девушка перевернулась в воздухе и упала. Осталась жива чудом, упала не на асфальт, а в снег. На кадрах видно, легковушка же едет дальше, не останавливаясь. Позже разъяренный водитель все же решил сдаться и пришел в полицию. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом ноги, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Сегодня суд вынес меру пресечения. В ближайшие два месяца обвиняемый пробудет за решеткой на время следствия. И еще о преступлениях, а также счастливых спасательных операциях расскажем далее в рубрике «Ориентировка». Заработать легких денег решили двое молодых людей, однако существовать их предприятие смогло лишь несколько месяцев. Казино в одном из помещений на привокзальной площади выявили полицейские. Игровые автоматы начали работать в мае 2017 года и до августа игроманы были частыми посетителями заведения. Незаконная деятельность была пресечена в результате рейдов сотрудников полиции, которые изначально установили администраторов торгового зала, которые осуществляли проведение игровых, азартных игр. И впоследствии были уже установлены непосредственно организаторы. Полицейским не удалось выяснить, какую прибыль получили из игорного бизнеса организаторы. Сама статья подразумевает санкции до четырех лет лишения свободы или штрафа, если есть смягчающие обстоятельства. На этом наказании и настаивало гособвинение. Обстоятельность смягчающего наказания является частичное признание своей вины, положительные характеристики совершения преступного деяния впервые. Суть приходит вывод, что исправление осужденных возможно без вызовляции от общества считает необходимо назначить наказание в виде штрафа. В итоге двоим организаторам по решению суда необходимо заплатить штрафы 140 тысяч рублей и 200, а администратору 20 тысяч рублей. Залез на дерево, а вот вернуться на землю смог только с помощью спасателей. Накануне вечером сотрудники МЧС спасли ребенка. Все произошло на улице Магистральной. Мальчик залез на высокое дерево и не смог самостоятельно спуститься. Очевидцы вызвали спасателей. Ребенок находился на опасной высоте, и чтобы спустить его на землю потребовалась автолестница. К счастью, мальчик хоть и был напуган, но он серьезно не пострадал. Долг платежом красен. Орские участковые вместе с судебным приставами наведались к злостным должникам. Заходили к тем, кто в течение двух и более месяцев не платил штрафы за нарушение права дорожного движения и за распитие спиртных напитков в общественных местах. Оппонент полицейских, судя по кухонному натюрморту, с пагубной привычкой пока не завязал. Однако гостеприимно принял людей в форме, а вот по другим адресам гостей явно не ждали. Увы, радушно приема не последовало. Тем не менее, по долгам, негостеприимным, нарушителям все же платить придется, напоминают полицейские. Всего за время Орского вечернего рейда полицейские приставы напомнили о долге 20 штрафникам. Подобные мероприятия проходят по всем городам нашей области. Впереди короткая реклама, скоро вернемся. И вновь к новостям. Вот о чем расскажем во второй части программы. Родственник в беде, ваша карта заблокирована. Сегодня полицейские рассказали, как защититься от мошенничества. Сбитый пешеход. Авария на перекрестке возле Москомедии вновь подняла вопрос о безопасности этого участка дороги. С какой проблемой столкнулась жительница с улицы Шевченко? И почему за выписанного человека приходится оплачивать коммунальные услуги? Обо всем смотрите в рубрике «Дежурный корреспондент». Родственник в беде или ваша карта заблокирована. В Оренбурге активизировались телефонные и интернет-мошенники. Кто они, изощренные аферисты и как не стать их жертвой? Об этом рассказали полицейские. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Этот вид мошенничества, по словам полицейских, уже пошел на спад. Тем временем с развитием цифровых технологий растет и профессионализм мошенников. Особой популярностью в преступной среде пользуется мошенничество с банковскими картами. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована. И просят обратиться за поддержкой по телефону. Так наглядно полицейские пытаются уберечь оренбургцев от обмана. Вывести мошенника, представившего себя сотрудником службы безопасности банка, на чистую воду несложно. Поступил звонок, представился, даже просто элементарно сказать, а вы с какого банка? И уже у злоумочника он уже начнет, либо он какие-то наводящие вопросы будет задавать, либо он скажет что-то не в попад. Действительно, являющийся сотрудником того или иного банка, кредитного учреждения, звоня на абонентский номер, он уже знает полные анкетные данные того лица, к которому он обращается. Только с начала года жертвами аферистов стали около 500 оренбургцев. Расследовано, передано в суд 35 дел о мошенничестве и около 30 о хищениях. Сейчас вот в Москве задержан преступник, который представлялся работником Сбербанка. У него, понимаете, поросли там около уже, вот пока на, за два дня мы установили, что у него фактов 20. В том числе и наши, да, сумма может быть от 2000, от 2000 до 60. Портрет цифрового преступника нарисовали полицейские. Это образован молодой человек в возрасте от 18 до 35 лет. Хороший психолог и эрудит, как правило, иногородний. Именно это и затрудняет раскрытие преступления по горячим следам. Вернуть похищенные с карты деньги тоже сложно, как правило, преступники успевают их потратить. Единственной обеспечительной меры служит арест имущества у пойманного преступника, если оно у него, конечно, есть. Но первое, что может обезопасить каждого из нас, это проявить деятельность. Оренбуржцы ленятся в меру, в меру и работают. Федеральная служба статистики подвела итоги исследования, насколько загружены работы жителей страны. Учитывались рабочие часы, общее количество отгулов и больничных. Самыми трудолюбивыми оказались жители Севастополя. Они работают почти 40 часов в неделю. А вот ленивыми можно назвать жителей Республики Алтай. Они в неделю на труд тратят 32 часа. Почти так же с небольшим отрывом работают жители Карелии и Республики Коми. Оренбуржцы со своим стремлением к трудовым подвигам в середине списка – 37 часов. То есть в день жители нашей области на рабочие обязанности тратят чуть больше 7 часов. И вне зависимости от занятости, недовольными своим графиком работы остается почти половина граждан страны. А каждым пятым не нравится его зарплата. Они считают ее слишком маленькой. Жертвы опасного перекрестка в среду вечером возле театра музыкальной комедии сбили женщину. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, но водитель вовремя не затормозил. Эта ситуация вновь вызвала разговоры о том, что перекресток улиц Терешковой, Постниковой и Проспекта Победы опасен и требует каких-либо изменений. Но действительно, дело в знаках и светофорах или главную роль здесь играет вновь человеческий фактор. Мария Фирсова изучила все детали. Пересечение улиц Терешковой, Постниковой и Проспекта Победы не устраивает многих пешеходов. Независимо от того, что горит зеленый свет для пешеходных переходов, водители постоянно нарушают, здесь постоянно сбивают, постоянно не останавливаются. Перекрестки постоянно не останавливаются, заворачивают машины, не останавливаются, когда положены. Вчера на пешеходном переходе на перекрестке сбили 34-летнюю женщину. Она, по словам очевидца Татьяны, переходила дорогу, соблюдая правила. Вчера в 20.30 вечера я стояла на остановке Постниково в сторону Южного. Ехал автомобиль, где-то у вас семерка или пятерка, загорелся зеленый свет светофора, и девушка переходила дорогу. Получается, что этот автомобиль в нее въехал, она упала, шапка отлетела, телефон, он ее, получается, как-то протащил и врезался в столб электропередачи, который находился возле киоска. Пострадавшие женщины диагностировали сотрясение головного мозга. Горожане считают, что с этим участком дороги что-то нужно делать. Установить дополнительные знаки, светофоры, но начальник управления по организации дорожного движения Сергей Прошин утверждает, что все требования организации дорожного движения соблюдены, а водителям нужно повторить правила дорожного движения и начать их соблюдать. Едете по улице Терешково, делаете левый поворот. Вот делаете левый поворот. При повороте налево, или вы едете по Терешково отсюда, при повороте направо, водитель обязан пропустить пешеходов, которые идут на зеленый светофор. Знаки пешеходного перехода для особо отдаленных водителей, для особо отдаленных водителей там стоят все. Все, что нужно для безопасного дорожного движения, на перекрестке уже есть. Знаки, светофор, все, кроме водителей, соблюдающих правила дорожного движения. А эту проблему никто, кроме самих водителей, решить не в силах. А пешеходам, видимо, придется еще внимательнее смотреть по сторонам, прежде чем вступить на проезжую часть. Тревога на фоне изменений. Сегодня в Южном административном округе Оренбурга прошел уже традиционный семинар-школа грамотного потребителя. Главной темой стала так называемая мусорная реформа, а также проверка газового оборудования. Свой вопрос управдома и активные собственники квартиры задавали региональному оператору, депутатам и другим представителям сферы ЖКХ. Семинар школы грамотного потребителя, или как его называют в народе, управдом проводится в городе с 2011 года и уже полюбился жителями. Кроме тех, кто выступает по системе ЖКХ на этих семинарах, выступают еще приглашенные лица. Такие, как работники пожарного надзора, которые в прошлый семинар как раз очень хорошо, они мне много дали в знании того, что можно делать жильцам дома, что нельзя. Мусорная реформа стала самой обсуждаемой темой. Волновали горожан как тарифы, так и почему не везде стоят контейнеры раздельного сбора отходов, так и кто должен убирать территорию возле баков. Многие вопросы вызвали дискуссии, отвечал на них региональный оператор. Абсолютно обоснованные от жителей и претензии, и вопросы задаются. И что, наверное, немаловажно, то, что действительно говорят все представители в этом зале о том, что слишком невысокая информированность населения о правах, обязанностях и о тарифах, как они формировались, кто формировал их, так далее и так далее. Обсудили вопросы проверки газового оборудования, получили участники разъяснения по поводу коммунальных платежей и расчетов. Темы следующих семинаров, они чаще всего набираются именно так. Первое, это пожелания наших жителей, кого бы они хотели бы услышать на семинарах. И второй, очень важный момент, мы же видим, какие изменения в законодательстве происходят, и, соответственно, стараемся эти темы вынести на семинар. Следующий семинар уже готовится, он состоится через три месяца в Северном округе. Наружный баннер на стене многоэтажки привел к прессе не в детской комнате. Жильцы пострадавшей квартиры теперь в конфликте с управляющей компанией. Есть претензии у горожан и к нерасторопности работников паспортного стола. Не обошлось и без хороших новостей от наших телезрителей. Обо всем подробнее расскажет Алена Круглова. Далее рубрика «Дежурный корреспондент». Плесень возникла в результате размещения баннера. В нашу редакцию обратилась Наталья и поделилась с нами своей историей. Женщина проживает в одной из квартир 36-го дома по улице Шевченко. Несколько лет назад на стену здания был установлен рекламный баннер. В результате этого была испорчена стена детской комнаты. Наталья добавила, что установили его без согласования с жителями. Рекламный щит вскоре был убран, но из-за оставленных повреждений, как считает женщина, по стенам пошла плесень. От управляющей компании ответа нам добиться не удалось. Мы направили официальный запрос в ЖКХ. Специалисты изучат детали этой ситуации и, возможно, подключатся к ее решению. Из квартиры выписался, но платить за жильца придется. Обратившаяся в нашу редакцию Наталья рассказала, что в ее квартире был прописан сын. Больше месяца назад мужчина из квартиры выписался и регистрацию оформил в квартире, которую купил недавно. Наталья хотела взять справку о его выписке в паспортном столе. Чтобы теперь оплачивать коммунальные услуги, она могла только за себя. На что ей ответили, что справку получить не удастся, так как еще не готовы документы за дело по вопросам миграции. А мы обратились в паспортный стол с вопросами, когда справка будет готова и почему больше месяца люди вынуждены ждать справки и оплачивать лишние деньги по такой дорогой коммуналке. Где специалисты смогли сказать, что такое механизм их работы. А Наталье уже можно приходить за справкой. Документы пришли, добавили в паспортном столе. И не важно, что квитанции по ЖКХ за прошедший месяц уже получили на руки. И информация для тех, кому не повезло, он потерял ценные вещи. На улице Чкалова в районе Газовика были обнаружены три банковские карты на имя Дианы Масагутовой. Внимательная Оренбурженко Светлана готова вернуть пропажу. Ее номер есть в редакции. Обращайтесь. Вы также можете оставлять свои заявки и делиться новостями с дежурным корреспондентом по номеру, указанному у вас на экране. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Не забывайте смотреть наши новости в интернете. Хорошего вечера и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 3-5 градусов днем плюс 2, плюс 4.